Вот это красота! В театральном сквере установили новые арт-объекты. Я очень рада, что осуществили мою идею, это очень приятно. Из чего конструкции и какие обновления впереди. Без мысли о последствиях Бобруйске на водоеме спасли пенсионера. Он его поддерживал сколько мог до прибытия в оперативную группу МЧС и оказания уже помощи. Стоит ли рыбалка жизни? Успехи победа в городе стартовал чемпионат вооруженных сил Беларуси. Законодателями гиревого спорта. Кто участвует? А также положительные прогнозы, небольшие каникулы и стратегический курс. Зимбабы заинтересованы в развитии биржевой торговли с Беларусью. Какие перспективы? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала. В первую очередь необходимо отсутствие в собственности жилья общей площадью от 15 квадратов на одного человека, а также согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств. При этом запрещается отчуждать приобретенные таким образом метры. Для назначения семейного капитала в семье необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации Первомайского района, либо Ленинского, в зависимости от регистрации. В Беларуси открыто почти 134 тысячи депозитов по программе «Семейный капитал». По состоянию на 1 января на досрочные распоряжения средствами подано почти 81 тысяча заявлений. Из них на улучшение жилищных условий 65 тысяч, на получение медуслуг 8, на образование 6. Такая форма поддержки, напомним, назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего либо последующего ребенка. В Бобруйском районе спасли рыбака, который вышел на тонкий лед. В дежурную службу МЧС поступило сообщение о тонущем мужчине на озере Белый берег. По счастливому стечению обстоятельств в совершенно безлюдном месте проезжал местный житель, который обнаружил машину на обочине, а на расстоянии 15-20 метров от берега провалившийся под лед рыбака. Со слов свидетеля, он его поддерживал сколько мог до прибытия в оперативную группу МЧС и оказания уже помощи. Но человек получил достаточно сильное переохлаждение, что и в дальнейшем может сказаться на состоянии здоровья, пока информации о последствиях нет. При температуре воды, как сейчас у нас в реке Березина, 0,2 градуса плюс, это 3-4 минуты. И даже тренированный человек теряет способность не просто плыть, двигаться, оказать самому себе помощь, но просто элементарно позвать на помощь. С начала года на водоемах страны утонуло 20 человек, 17 спасено. Освод напоминает, при выходе на лед необходимо проявлять особую внимательность и осторожность, надевать спасательный жилет и не выходить на водоем, если толщина покрытия менее 7 сантиметров. Полезное решение, выгодное сотрудничество и вечная память. Брестская крепость готовится к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Что в планах? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Евразийский банк развития ожидает по итогам 2024-го ВВП Беларуси добавить не менее 2%. Аналитики уверены, экономика поддерживается ростом промышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. При этом на 3,3% выросли инвестиции в основной капитал за счет увеличения приобретения машин и оборудования. Эксперты утверждают, внутренний спрос остается важным фактором роста. Зимбабве заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью. Стратегический курс на укрепление отношений задан президентами двух стран. Интеграция механизма во взаимную торговлю откроет новые возможности, и биржа в этом плане может сыграть ключевую роль. Наша страна остается экспортно-ориентированным государством с высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства. С 23 марта водительские удостоверения в Беларуси будут выдавать сроком на 20 лет. Решение принесет пользу водителям и снизит нагрузку на регистрационные отделы ГАИ. Такая практика уже давно работает на международной арене. К слову, это не все изменения, которые касаются административных процедур, связанных с дорожной безопасностью. Например, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств с 10 до 7 рабочих дней и время выдачи прав с 5 до 3. По информации Минтруда, в Беларуси международный женский официально нерабочий. Таким образом, с 8 по 10 белорусы будут отдыхать. При этом в соответствии с производственным календарем 7 число – предпраздничный день. А вот в мае времени для релакса больше – 1, 9, 13, 14. Правда, за некоторые даты придется отработать. 18 число – суббота рабочая. Брестская крепость готовится к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Разрабатываются новые тематические экспозиции. В планах провести не меньше 12 тысяч экскурсий за год. Мемориальный комплекс может оказаться в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое предложение в Совет министров внесла Генеральная прокуратура. Необходимые материалы подготовят в течение года. Полезное вложение. В городе в 2024-м появится еще больше новых детских площадок. Больше всего мест для игр возведут в Могилеве – 14, и Бобруйске – 9. Новые объекты также установят во всех районах области. На их установку выделено около 6 миллионов бюджетных средств. Идет вопрос о дополнительном вложении еще двух. В 2023-м в городе по инициативе депутатов появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Детский смех зазвучал во дворах Наурицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Родженикидзе, Ульяновской и по проспекту Строителей. Культурное времяпрепровождение. В театральном сквере появились новые уникальные арт-объекты – лавочки, стилизованные под музыкальные инструменты. Проект победил на ежегодном городском смотр-конкурсе. Автором стала бобручанка Кристина Лещенко. О задумке и реализации Роман Костюков. Кристина Лещенко – учитель искусства и счастливая мама двоих детей. Театральный сквер – постоянное место прогулок ее семьи. Однажды у девушки появилась идея разнообразить место. Взялась за эскизы и не прогадала. Реализация задумки стала возможной благодаря конкурсу «Молодежный взгляд. Битва идей». Когда зашла тема, что же выбрать все-таки на конкурсы, как можно украсить наш город, я почему-то подумала именно про музыкальные инструменты, так как можно расположить их в парке возле театра Дунина Марцинкевича, и это будет красиво и по теме. Как раз была тема музыки у меня на уроке, поэтому мы взяли именно эти предметы. Конкурс признан создать условия для поддержки активного участия молодежи в социально-экономических и общественно-политических процессах. У героини было свое видение, и она поняла, что должна участвовать. Этапов было два. Первое – это было предоставить свой проект. Второе было – это защитить его. Ну вот уже на защите нам сказали, что я победила. Администрация отреагировала положительно, им очень понравился. Вообще понравилась сама идея создания лавочек. Честно, я очень рада, что осуществили мою идею. Это очень приятно. Всего здесь представлено пять музыкальных лавочек. Мне вот, например, приглянулись вот эти барабаны. С ними все понятно. Но как незнающему отличить арфу от лиры или баян от аккордеона? Уже есть некоторые споры. Что же все-таки это за музыкальные инструменты? Вот прямо сейчас мы находимся, прямо за вами. Это все-таки гармошка, это баян или это все-таки аккордеон? Ну это больше аккордеон, потому что за счет расположения клавиш и именно больше все-таки этот инструмент музыкальный я рисовала. Это явно не скрипка, это будет контрабас, так как расположение идет у нас вертикальное и подразумевает, что играть надо стоя. Данный, опять же, музыкальный инструмент больше похож на лиру. Арфа подразумевает, идет закругление внизу, поэтому данный музыкальный инструмент – это лира. Инструменты были изготовлены на Бавруйской фабрике художественных изделий по эскизам автора. Заказ был выполнен в кратчайшие сроки. После завершения конкурса, который прошел в октябре, на фабрику поступило задание, сразу были найдены нужные материалы и начата работа. Производство было очень сложное. Был творческий процесс, заимствовано много людей с творческим пониманием. Материал листовой, также трубопрофильное, прокатное. Условия прочности очень прочные. Рассчитаны на трех-четырех человек, чтобы на них сидели. Держат все поводные условия, которые возможны в нашей стране, на данном регионе. Дождь, снег, град и так далее. Антикоррозийная защита двойная. Грунтовка, покраска с элементом патинирования. Для придания эффекта старины и эксклюзивности. Итоговый результат впечатлил даже саму Кристину Лещенко. Однако реализация проекта еще не завершена. В будущем экспозиция будет дополнена садовыми скульптурами. Пока что еще рассматриваем варианты. Ну, рассматривали варианты, где именно. Это фигуры Топиари в виде трех музыкантов, которые играют на музыкальных инструментах. Проект благоустройства преобразит старый город, а парк станет местом притяжения и фотосессий. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск 360. Рывок вверх. В Бобруйске стартовал чемпионат вооруженных сил по гиревому спорту. В 147-м зенитно-ракетном полку утро началось торжественно. С хлебом и солью встретили около 60 участников для состязаний в семи высовых категориях. На протяжении трех дней восемь сильнейших команд страны будут проверять свои возможности. Сегодня в город прибыли силы специальных операций, которые становятся ежегодными лидерами военной факультеты части центрального подчинения. Все они сразятся за главный чемпионский титул. Гиревой спорт, он уже, скажем так, в росте вооруженные силы. И все наши спортсмеры являются законодателями гиревого спорта, которые выступают и на республике, и на странах СНГ. Гостей «Бобруйская земля» встретила радушно. Был организован праздничный концерт с оркестром «Живой звук» и «Океан положительных эмоций». После экскурсия по музею воинской части. Здесь хранятся исторические экспонаты, архивные документы, награды и артефакты времен Великой Отечественной. Время на отдых остается мало, ведь уже на 28 февраля бойцы должны продемонстрировать высокий уровень подготовки. Сразу после нас в «Бобруйск-лайв» моя коллега Мария Бересневич расскажет, как изменится жизнь пассажиров и перевозчиков регулярных маршруток, почему таксист может отказать в поездке и кто боится транспортную инспекцию. Ровно в 20.45 не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok